Привет, у нас автор. Я вам отвечу только на первое сообщение, вот первое сообщение, за номером 0. Вот, я не буду читать светку, потому что это долго. Ну, как правило, вся суть проблемы она укладывается. К нам еще видишь, что я грущил, а не подходит обнять, а я им осталось попросить, когда раз президент Брекса, даже обнять меня не может. Ну, здесь вообще существует такой родительский сценарий, что вы подавляете свои чувства, считаете их чем-то постыдным, чем-то таким слабым. Вот, и вместе с тем эта позиция такая вот жертвенная, то есть вы перекладываете ответственность за свое душевное состояние, вот, на, собственно, своего мужа. И это далеко не плюс вашим отношениям с ним. Далее. Вы пишите. Значит, не могу перестелить и сказать поцелуй об ними. Это слабость. Да, то есть вы боитесь быть слабой. Мне кажется, если любишь, то и так будешь делать. Но вы забываете о том, что каждый человек проявляет любовь по-своему. Мне это начинает наедать, что я выбрал мужчину, который свою любовь показывает не так, как мне об этом хотелось на другом языке. Здесь состоится следующее, что любой человек будет показывать свою любовь на другом языке. Потому что для всех людей они все демонстрируют любовь по-своему. И любовь это творчество. И здесь вопрос в том, что вы недостаток любви к себе пытаетесь компенсировать за счет любви другого. А это так не работало. Он мне даже не дает ощущение, что я любима. Да, потому что вы не любите себя. И пока вы себя не полюбите, ощущение того, что вы любимый, вам не даст никто. Почему мне так необходима любой странный мужчина? Если я не могу сама себя полюбить так, чтобы не было достаточно любви. Как раз таки, потому что вы не принимаете свои чувства. Паджемейкер, вы не принимаете свои эмоции, вы считаете их слабостью, вы отрицаете их. И соответственно, поэтому вам и не хватает любви. Ведь если бы вы принимали свои чувства, то вы бы чувствовали себя куда более полноценной, куда более полной. И соответственно, это и есть полное принятие себя, это и есть любовь. А этого у вас нет. Соответственно, я думаю, что основное направление психотерапии, вот ваш запрос, это принять свои чувства и разобраться с тем, почему эти самые чувства, они вами подавляются, почему они вами отрицаются, почему они считаются слабостью, вот. Зачастую это, зачастую это происходит благодаря определенной модели отношений в семье. Когда вы, например, видели челюстю мягкую мать, вот, которая демонстрировала, что проявление чувств ничего хорошего не дает. Либо вы видели наоборот, очень строгую, отстраненную маму, которая, в свою очередь, не проявляла никаких эмоций и внушила вам, что эмоции это зло. Вот. То есть, здесь вот такая история. Да, это в некоторой степени классическая ситуация, когда человек из-за какого-то отношения своих родителей не чувствует себя полноценным, вот, не принимает себя. То есть, понимаете, такого понятия, как достаточно любви, да, вот, чтобы любви было достаточно, такого понятия нет. То есть, грубо говоря, человек может себя либо любить, либо нет. И если он себя любит, то, в принципе, все хорошо. Но проблема заключается в том, что вы себя не любите, как раз таки, и поэтому вам кажется, что любви вам недостаточно. Вы себя не любите, то есть, вы себя не принимаете. То есть, любви к себе у вас нет. Вот. Этому не научили вас вообще ваши родители. То есть, когда говорят, что меня недолюбили, там, и так далее, это все, на самом деле, секрет, то есть, слова, лишенные какого-либо смысла, потому что недолюбить нельзя. Либо любят, либо нет, либо помогают человеку полюбить себя самого, либо нет. Вот. То есть, тут как бы одно из двух. Вот. Ну и, соответственно, задача специалистов научить вас принимать ваши чувства. И здесь исключительно речь идет о психотерапии. И здесь речь не идет о том, например, что вы задаете вопрос на форуме и через ответы пытаетесь что-то для себя получиться. Это именно психотерапия, именно работа с чувствами, именно работа с прошлыми переживаниями и так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...